С вами на связи Виталий Курта, Курта Капитал. Сегодня мы сделаем краткий обзор рынка, предыдущий анализ сделаем, что мы советовали тараховать на прошлой неделе, точнее в пятницу 13-го. Напомню, сегодня у нас 20 декабря, у нас уже подходит конец года, на носу новый год, рынок, скажем, возможно принесет какие-то сюрпризы, но я бы, скажем, советовал уже прекращать, скажем, о торговле, потому что у нас на носу даже не новый год, а Рождество, это Европа-США, рынок будет низколиквидным, где-то будут и выходные, и не торговые моменты, поэтому это нужно учитывать, напомню, да, такие нюансы, и будет расширение спредов, то есть это нужно все учитывать. По поводу моментов, сейчас популярно записывать там, на чем можно заработать в 2020 году, я думаю, что по этим вопросам мы обсудим в следующем году, у нас еще осталась одна пятница, это 28 декабря, я думаю, что в эту пятницу я, возможно, даже не буду записывать обзор, потому что уезжаю в отпуск, скажем, праздновать там Новый год, Рождество, и поэтому, возможно, это будет последний в этом году и уже в следующем году. И там обсудим перспективы среднесрочного трейдера, да, скажем, в таком случае. Итак, давайте обсудим по золоту, что у нас сейчас интересного. Напомню, прошлую пятницу мы находились вот здесь, я говорил, что золото интересно для покупки, здесь было очень хорошо заметно поджатие, рынок с текущих, он давал там точку захода, ну, скажем, там стоп был не слишком короткий, так как золото волатильное, есть моменты, где не всегда можно зайти с коротким стопом. Это первое. Золото, в принципе, отработалось, мы дошли к верхней границе, это примерно 1480 с копейками, сейчас мы там немного притормозили. Также была неплохая точка входа, мы с учениками обсуждали вчера, точнее вчера и позавчера вечером в районе 1474 доллара в этой области. Локально мы тоже отработали. Что мы имеем на текущий? Если кто покупал по данной рекомендации золото, я бы советовал сейчас часть закрыть сделки и стопы сильно подтянуть, потому что у нас сейчас момент X, мы можем с текущих 1480, скажем, достаточно хорошая зона вот здесь, мы можем отбиться и уйти достаточно сильно вниз, ну, скажем, в район 1440. В эту область, да. Это такой среднесрочный вариант. Это то, что сейчас возможно на рынке, да, с короткой стопом заширтеть за хай вчерашний четверга. Это первый сценарий. Второй сценарий, мы идем сейчас на пробой данного уровня 1482, давайте будем брать уровни 1480, а 82 хай четверга. Если мы его проносим, то, скажем, здесь возможно достаточно сильное движение наверх. Будет оно истинным, скажем, пробой этот, или это будет какой-то ложный снова вынос, это мы уже увидим по факту, но есть и предпосылки для дальнейшего пробоя. Кто покупал, может, скажем, как я сказал, закрыть часть позиции, подтянуть стопы даже не за минимум в вчерашний, да, а даже еще, скажем, повыше, да, и, скажем, ожидать такой сценарий. То есть здесь равносильные сценарии и 50 на 50 в данной точке. Но у нас рынок, если он дает точку захода, нам главное поставить стоп. То есть, в принципе, если пойдет шорт, то соотношение риска к прибыли достаточно хорошей, что касается золота. Дальше. Что еще я советовал на прошлой неделе, это нефть, возможный шорт от уровня в районе 59, там с копейками. Говорил, что данная сделка достаточно рисковая, уже два раза в прошлый месяц отрабатывался шорт, и сейчас там были нюансы. Я говорил, на часовиках на пробой. Мы ушли на пробой. В принципе, можно было по закрытию нефти в пятницу с понедельника рассматривать покупки. На данный момент по нефти вне рынка позиция, да, стоят, в принципе, на четырехчасовиках дивера. Мы уже пробиваем трендовую треугольника нисходящего. Сейчас, на данный момент, я бы подождал сильного движения вниз, и уже смотрел там с понедельника, вторенькой среды, какая там форма отката будет, и рассматривал возможный шорт. Пока данная позиция вне рынка. Дальше. Что еще интересного? Франк. Франк. Мы с вами обсуждали в прошлую пятницу, мы торговались ниже вот этой области, 98.50. Говорил, если мы закроемся там пятницу ниже, то, в принципе, с понедельника возможно пробовать чертить. В принципе, шорт отработался, на текущий момент у нас достаточно, скажем такой, рискованный момент на покупку. У нас стоять очень хороший дивер на четырехчасовиках. Сейчас вот в таком формате вот, да. это первое. Второе. У нас на, скажем, на дневном графике есть такая трендовая достаточно интересная, и в принципе у нас тренд здесь глобально лонговый. Как мы видим, вот сентябрь 17-го года, лето текущего года так скидывали хорошо франк, и его все время откупали такими, скажем, сильными выкупами. Поэтому сейчас не исключаю достаточно сильный лонг с данной точки. Я вчера своим ученикам в клубе писал, что возможно здесь лонг, есть параметры, скажем, сделка рисковая, потому что не присутствуют все параметры для лонга. Если, скажем, мы сегодня сделаем хорошее движение наверх, будем пробивать максимум вчерашний, да, и так закроемся, то с понедельника на вторник, искать точки входа уже более надежные, на достаточно сильные движения в районе 99, возможно и выше в районе 1.00. В принципе, с франка возможно перескочить сразу на евро, в принципе, аналогичная ситуация. Я говорил о двух интересных уровнях. Это 1.11.10, то есть вот уровень, да, и уровень 1.11.75. В принципе, мы уровень поддержки в прошлую пятницу удержали, да, мы находились где-то здесь на хаю, инструмент скинули после ложного пробоя и зеркально мы отросли. С понедельника-вторника я в клубе с учениками рассматривал шорт евро. В принципе, шорт евро отработался к нижней поддержке, то есть интердейт сделка отработалась. И сейчас есть шанс, если мы сможем пробить уровень поддержки 1.11.10 и закрепиться ниже сегодня, то, в принципе, у нас возможно достаточно хорошее движение в район 1.10 по евро-доллару. Какая альтернатива? В принципе, если я ошибаюсь с анализом, то у нас франк сегодня от зеркала будет тулить сильно вниз и евро-доллар здесь, в принципе, не исключаю от уровня 1.10, ну, такое движение наверх, возможно, даже и повыше, скажем, потому что у нас по евро здесь глобально присутствуют и признаки сильного лонга. Поэтому рынок это, скажем, есть в каких-то моментах, скорее всего, но каждая сделка у нас торгуется с вероятностью 50-50 и только за счет соотношения, хотя бы минимум 1-2, у нас есть шансы заработать на сделке. Что касается евро, франка, золота, нефти, в принципе, по другим инструментам пока ничего сказать не могу. Интересный был момент на этой неделе, это фунт-доллар. Я, скажем, очень хорошо отработал с дивер на дневке, вот я даже с понедельника своим ученикам в клубе делал, скажем, анализ, вот публикация 16 декабря. Видим хорошая дивергенция, ложный пробой у нас был, когда в прошлую пятницу мы обсуждали, мы сумели закрыться ниже излома тренда, то есть это был излом у нас в, скажем так, в начале этого года, да, достаточно сильная точка для уровня. Мы сделали ложный пробой, дивергенция, то есть расхождение между третьей и пятой волной, и мы, скажем, в данный момент очень хорошо отработали. Сейчас на каких-то коррекциях можно сильно, грубофить, возможно, дальше искать продолжение снижения по фунту, что касается фунта. Дальше интересный момент, в принципе, можно еще так озвучить по индексу S&P 500. У нас индекс находится на исторических хаях в районе 3200, да, то есть это там ETF, SPY 320 он показывает. И, в принципе, у нас приближается, как я сказал, уже Рождество, Новый год, и, возможно, скажем, те, кто покупал акции, да, они будут фиксировать прибыль, ну, скажем, для того, чтобы потратить эту прибыль на разные предметы, подарки, Рождества и так далее. Поэтому здесь, возможно, небольшим объемом, я бы так сказал, рассматривать шорт. Ну, скажем, пока сильных моделей здесь шорт нету, возможно, не появятся, появятся еще в течение этой недели, которая будет следующая или сегодня, что-то появится. Ну, скажем, на опережение возможно сработать, плюс у нас, в принципе, уже начались такие моменты на рынке, я обсуждал с ребятами, как с учениками, так и публично в открытом клубе, что у нас индекс страха на ВИКС был на этой неделе в районе 12.30, это достаточно сильный уровень поддержки. Здесь хорошая модель для среднесрочного ланга, поэтому здесь можно было все время закупаться и очень легко зарабатывать на индексе страха. Если кто не знает, данный индекс можно торговать, и как в лонг, так и в шорт, там есть разные моменты, это как ETF, так и опционами, другими, и фьючерсами и так далее, да, то есть здесь есть много возможностей по торговле. Поэтому, как видим, уже на этой неделе появился небольшой страх на рынке, отскочили на два базистых пункта, это достаточно много, от 12.30 на 14.60, ну почти, скажем, ну даже больше, да, два там с копейками пункта отскочили. Индекс S&P пока растет, поэтому, возможно, скажем, уже начинаются какие-то моменты для шорпа. То, что касается индекса S&P 500, с небольшим объемом можно набирать шок. Но не заниматься фанатизмом, потому что там может в космос, скажем, улететь этот рынок. Ну, по биткоину, скажем, в двух словах, скажу, сохраняю, скажем, свое мнение по биткоину в лонг. Говорил для холдеров, в принципе, прекрасные возможности для покупок, как было на прошлой неделе. Отмечал уровень 7.200, больше данного уровня покупки. Это для, скажем, тех, кто торгует маржинально, с короткими стопами. Но потом мы пробили на 14 декабря данную поддержку, зеркально торговались и ушли вниз, сделали ложный пробой 6.600 и отскочили хорошо. Сейчас появился достаточно хороший импульс наверх, и сейчас в текущих 7.200 тоже возможные покупки, скажем, сохраняя свое мнение, что биткоин будет идти дальше в блоке достаточно сильно. Возможно, уже не в этом году, скажем, но предпосылки сейчас рисуются достаточно сложные, потому что у нас стран достаточно исходящие, есть признаки покупателя. Можно пробовать, скажем, покупать данный момент, скажем, это рисковый, небольшим объемом, или ждать более сильной протоколки здесь на 9 графике для более надежных покупок. Так, на этом, я думаю, закончим. В принципе, интересные моменты есть, достаточно сложные. Конец второго года, я думаю, что после нового года, когда я приеду с отпуска, это будет не скоро, потому что отпуск может продлиться как на 2 недели, так на 3 недели, так и на месяц, скажем. И компьютер я с собой не планирую брать, и поэтому вебинары, скажем, записывать, возможно, не буду. Ну, посмотрим. Возможно, буду брать. Это на следующей неделе определится. Всем спасибо, кто нас посмотрел. Будет понравиться обзор. Ставим лайк. Не понравится, ставим дизлайк. Дальше. Будут вопросы, пишите в комментариях. Я всегда по возможности на них отвечу. Это под видео или там есть контакты моего телеграмма, и звука в описании под видео. Пишите. До свидания. Всем, скажем, встретите хорошо в Новый год. С прибылью. И в следующем году еще больше заработать. До свидания.